Друзья, вот мы опять в пути и сегодня и сейчас я вам расскажу свои впечатления от BlaBlaCar Вот, собственно, проехали от Питера до Читы, кое-где брали пассажиров То есть такой, не знаете, не на год там размазанный или там на 5 лет опыт А вот такой жесткий, в течение там 25 дней брали пассажиров И у меня получается свежих впечатлений И в формате все это будет, как я думал и как оказалось В общем, самое удивительное для меня, что никто не читает Многие, многие, может половина, может и больше час не читают, что я там вообще написал в заявке То есть там же указываешь время, откуда едешь, адрес там подиешь Смотришь на карте, откуда ты поедешь, куда, во сколько И там какое-то описание, там заполняешь, что-то, ребята, там багажа столько-то В итоге никто ничего не читает Там добавляют, в общем, себя, ну, выбирают тебя как водителя И видят твой телефон и начинают звонить, короче Алло, а во сколько вы выезжаете, откуда? То есть, а нахрена я все это писал? Я одну женщину спрашиваю, а чего вы все спрашиваете вы? Это самое, что не видите, там не читаете? Она говорит, многие водители обманывают, как бы пишут формальный адрес И адрес на самом деле другой То есть мне тоже пришло в голову писать везде Там Ленина 1 и Ленина 1 везде В любом городе есть Ленина 1, просто указывай Ленина 1 А фактически откуда захочешь, оттуда поедешь, там, в общем, как-то так В общем, это мне до сих пор как-то выбивает из колеи То, что все звонят и кучу вопросов задают То, что ты и так все написал в заявке в своей Блин, ну, я вот сейчас даже сейчас за рулем еду Я думаю, вы догадались, что я водитель, а не пассажир, как бы Я водитель, да, от имени водителя рассказываю Так, теперь название Бла-Бла-Кар То есть, Бла-Бла, вроде как все должны болтать по дороге На деле, поездки бывают, проходят совершенно беззвучно Никто не пикнет Только в конце деньги отдал за бензин И все В общем, ну, по-разному И вообще, вот этот дух путешествий Бывает так, как на маршрутке все проехались К тебе вообще относятся, как мне одна девушка позвонила Говорит, алло, это таксист? Говорит, вы таксист? Вот Ну, я не, нет, я не таксист Ну, в общем, бывает, что попадаются действительно настоящие путешественники Там, не знаю, с плащ-палаткой, там, с ковриком, с этим, с рюкзаком, там, набитый, не знаю, какими-то продуктами Ну, большинство людей, это, конечно, какая-то рутина Едут, там, с учебы, на домой, там, с работы, домой, там, на учебу, в общем, к родителям Так что, в основном, такая рутина Особого общения такого не происходит Ну, бывает, складываются прикольные компании Разные возраста, разные социальные слои, в общем Разные вероисповедания, вообще все эти люди, горячие и полемики Даже бывают эти самые Почти что доходят до драки Вот Ну, ладно, это шутка, конечно Ну, в общем, были и теплые такие поездки, что подобралась классная компания Все болтали и веселились Да, вообще, на практике бывает, что один человек какой-то разговорчивый Прямо рад поболтать Хлебом не корми, только вот чуть-чуть намекни, что ты готов Ой, ё-моё, кочка Готов слушать и понеслась С кем мы только не ездили И там, один чувак, учитель информатики, ездил в Корею, работал моряком Там, зоотехник рассказал, что здесь есть у какого-то этого владельца колбасного цеха лошади за 5 миллионов рублей То есть мы-то думаем, мы слышали только за полтора миллиона, а она рассказала, что за 5 миллионов И что эти корма для котиков сухие, вредные, что у них поджелудочная страдает В общем, всякого мы тут наслушались Было два турка А, из таких прямо иностранцев, я не знаю, каких-то особых пассажиров Два гражданина Турции В общем, ну, они тоже Мы-то думали, что они путешествуют Я там уже придумал тоже Вот, они едут на Дальний Восток Такие, сорви голову парня Автостопом На деле Один тут уже давно живет Вышел в своем институте и живет в России Там по каким-то своим делам А второй, ну, грубо говоря, приехал К нему в гости И они просто ездили в соседний город Погулять Вот так, то есть Ничего такого Я много ездил вечером и в ночь И, ну, как бы, бронирование мгновенное Не знаешь, кто к тебе забронируется И бывали немножко стрёмные Как, ну, как вам сказать Стрёмные, но только для, как бы, безсубъективные Стрём, там, не знаю Какой-нибудь грузный, большой, небритый мужчина Ты там едешь в ночь, я не знаю, поздно вечером И он, оказывается, единственный пассажир Там, второй сходит на полдороги И вы полдороги в ночи едете с этим мужиком Он прям дышит у тебя за плечом Что-то, это, хребит там иногда Храпит Надвисает над тобой И, как бы, его ещё забронировал не он сам А какой-то его знакомый То есть, это даже не его номер телефона И всё через третьи руки, в общем И, в общем, бывает, не знаю, немножечко так Посматриваешь в зеркало Что там, что там за, 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 за Заровяк у тебя за плечом Кажется, благотворство, благоткар Кстати, то, что бронируют какие-то третьи лица Своих друзей, это вообще норма Хотя, согласно правилам благоткара Это жёсткое нарушение Я видел у некоторых отзывы Типа, они пишут оценка, там, 2 И, типа, пришёл не тот, кто в аккаунте По мне-то пофиг Человек-то может, если так, ну, все будут за это наказывать Человек будет просто обманывать Ну, там, Костя забронировал за Толю Ну, какая мне разница, Костя или Толя в итоге пришёл Особенность там фотки нет Ну, пусть Толя, господи, честно скажет, что он Толя, а не Костя А то будет дурака валять всю дорогу Говори, что он Костя, нахрен надо Поэтому, не знаю, за честность, наоборот, ставь пятёрку Мне, я всё равно ни того, ни другого не знал, блин Пол жизни, и вторых пол жизни не знать не буду С оценками, конечно, угарная тема То, что, ну, там оценки 4-5 Четвёрка самая низкая оценка Ну, видел там в одном месте двойку Человек отменил заявку за 10 минут до отъезда Ну, а так, то есть, если четвёрка, это уже всё жесть Значит, человек жёстко накосячил В общем, я думал, что нельзя отменять заявку прям за чуть-чуть до отъезда Но это можно делать Человек может за 10 минут до отъезда вдруг съехать Мало ли что у него там, но это, блин Есть такая, в общем, бывает такая тема Ты заранее, как прям ответственный человек Такой объявил о поездке За сутки там, не знаю, за неделю Все у тебя места забили А потом за 10 минут до отъезда всё, все отменили У нас такое было Все сначала за сутки забили Даже там звонили, тоже что-то спрашивали Потом отменили А одни хитро поступили Отменили, а сами хотели ещё поехать надо мной, видимо, поиздеваться хотели Звонили Мы сейчас приедем, вы ждёте ещё А заявку отменили Но я говорю, я вас ждать не буду, типа, я уезжаю Ну, ладно, как бы То есть, они подстраховались, чтобы я им плохой отзыв не написал И отменили заявку, и всё равно потом думали поехать Ну, не поехали А, ещё эта тема В общем, ты там публикуешь адрес, откуда ты едешь Ну, или там, едем от вокзала И начинаются такие звоночки, разговорчики Ой, а вы меня не заберёте там А вы меня не довезёте там Ну, хотя не по пути И так немножко шантажируют вроде Ну, я тогда, типа, того, что не поеду Ну, не говорят, так молчат Типа, ааа, так, ну, что, как Ну, блин Видимо, приучили водителей, что могут забрать Ну, кое-кого я в итоге забирал Я так хитро всё ловко делаю Типа, ну, ладно А потом, когда момент отъезда Начинает Ой, а мы вот здесь, там, мы не успеваем Может быть Ну, подачалу я даже таких забирал Типа, ну, ладно, войду в положение А потом догадываешься, что, может, они специально там сидят себе Специально, чтобы их забрали Так шантажируют В общем, я стал в какой-то момент такой более пофигист И не забираю Говорю, ну, жаль, до свидания Типа, я уехал Ну, ещё история Довезите нас уже на месте по городу Была такая, типа, довезите нас до места Типа, согласился Ну, чуть-чуть дальше там, чем вокзал, например Ну, давайте, едем Ещё чуть-чуть дальше, ещё чуть-чуть Оказалось, они пошиблись Вообще, всё перепутали Поворот какую-то пропустили В итоге мы полгорода проехали Ну, вроде не со зла Но, блин, надо вот Сразу спрашивать Ну, да, какой адрес Вот не скажут адрес Всё, идите лесом Вот Хоть счётчик, ё-моё, включаю Там эти все Разница адресов В общем, если вы меня не поняли Начинаются вот эти качели А куда-нибудь подальше чуть-чуть А протяните мне до дома Надо спрашивать адрес Куда конкретно, чтобы знать, куда ты едешь Потому что Пять минут, ещё пять минут И так И то же самое, кстати, с ожиданием На посадку О, я опаздываю Там через сколько? Через 10 минут буду Ладно, 10 минут ждём Через 10 минут нету Ну что, вы где? А, ещё 10 Не так, 10, 10, 10 В общем, как-то надо жёстко Точно знаю, что Некоторые бла-блакаром зарабатывают Но это и так все знают Некоторые пассажиры Приучены, похоже Что Таким зарабатывальщикам Что они едут с автовокзала Что Не знаю Что Поэтому, может, и говорят Типа, вы таксист А я-то не таксист Я действительно еду Ну, беру попутчиков А не зарабатываю этим Вот такой я уникальный человек Ещё, видите, я, ну, как я сказал Много ездил в ночь И Как ездили девочки Как бы, ну, по самому Чем позже ставишь время Тем меньше вероятность Что поедут девочки Ну, а девочки ездили всё равно Парочки Например Мама с дочкой Или просто две девочки Или провожают всей семьёй Или провожают подружку Если одна едет Подружка Муж Смотрят Кого они вообще сажают Куда Такие подходят Смотрят на меня Смотрят на автомобиль На других пассажиров Ну, типа Ну, ладно Была, в общем, весёлая история Одна Пришли на посадку Как раз мама с дочкой В ночь ехать И там так было Мама на полдороге выходила А дочка ехала Дальше там ещё полдороги Ну, и дело всё к ночи В общем, они дверь открывают А на пороге там так Получилось, что трусы лежат Женские Такие, знаете, верёвочки Такие тоненькие Ну, не то, что там огромные Такие Маленькие трусики Я такой Ой Говорю Извините Не наступайте Не наступайте на трусы Говорю Я сейчас Мы сейчас их уберём А они раз Хватит Подняли И мне дают В общем, вежливые такие Ну, а эта мама Значит, уже так осо смотрит Ё-моё Куда я сейчас дочку Куда я вообще её сажаю Куда мы вообще едем На чём мы едем Что тут уже целая Партия Вообще Этих Прошла Девушек Уже трусы просто Метут Вот Ну, потом разобрались Что, ну, мало ли там С прачечной там Везли одежду Трусы там выпали Ну, мало ли Всякое бывает Но поначалу она застремалась Реально Так всё Потом Стала спрашивать То, всё Вроде разобрались Что никакие Никакие Ни водитель Ни маньяк Там Ну, ладно Раз уж я начал рассказывать Про пассажиров Что-то вообще Меня несёт сегодня С этими С рассказами Про двух турков Один турок Не просто к другому В гости приехал А Учиться на Учиться на В общем Изучать Авиационные двигатели Вот Они по дороге Тут По-русски Пытались Эти какие-то Авиационные термины Выучить По полной неожиданностью Задают Е-мое Значит там Поездка Там 150 километров Там Ни о чём Просто Вокруг неё Столько Трёпа Начинается Там пишут А вот Вот уже Когда Людей Забирать Смотрю Вообще Сколько людей Астана Потому что Ну Смысла даже нет Забронировался Но отменился Я-то чё могу Поделать Ну Отлично Живём дальше У меня свои дела Ещё звонят Там Вот А сколько Пассажиров А есть свободное Ну раз ты забронировался Значит есть свободное место Как-то так В общем Друзья Давайте Резюмировать По системе Плюсы и минусы То есть Минусов мало Начнём с минусов Но Грубо говоря Не можешь там Как бы Пёрнуть от души Так скажем Из-за этих Хотя пассажиры разные бывают Может они только наоборот Там Начнут аплодировать То есть Я не знаю Но Музыку ты Всё-таки Стараешься Там Жесть Не слушать То есть Децла Там Первый альбом Я не могу Или Мистера Малого Там включить Или Фейса Например Да Там сидит какая-нибудь Женщина почтенная Два высших образования Я её там Ломлю То есть Слушаем радио Чуть попроще Или вообще ничего не слушаем Ну Потом Некоторые Немножко суетятся Хотят доехать То есть Лишний раз Там Не остановишься Всё-таки Ну Взялся Ехать Так ей Но это и плюс Тоже Давайте Ну Это Вот так Такие Машины Тяжелее Но Машина тяжелее Даже кайфовее В какой-то степени Потому что Тяжёлая машина Тоже Свои нишники Она на земле Лежит Так Хорошо идёт Как бы Лучше в повороты Входишь Об этом уже Никто не думает Действительно Повороты лучше Входишь Когда машина К земле прижата Так что Пассажирам В другой раз Только спасибо Ну Там Обгоны Может Посложнее Редко бывает Что пассажиры Стрёмные Ну Так Из минусов Ну Там Ругаются Например Между собой Там Ужина Унижает Друг друга Неохота Это слушать Там Или тебя Унижают Один Чел Сел Сразу Выдал Что Ему Изменила Его девушка Таким Мрачным Тоном Потом Ещё Всякие Мерзкие Подробности Рассказывал То есть Можно ему сказать Что Слушай Там Неинтересно Но он же Уже Рассказал В общем А так Ну это тоже И плюс Своего рода То есть Такой Движ Как бы Понимаете То есть Если любите Всякую движуху Там Разных Людей Вообще Любите Людей То конечно Это тема Для вас Потому что Это движ Это ты узнаёшь Людей Там Что-то Новое Всякое Тебе что-то Рассказывают Вообще Кто чем живёт Там Как выглядит Там От кого как пахнет То есть Ты всё это узнаёшь Всё рядом Вот Потом Ну деньги Конечно Если Вообще Многие сейчас живут Ради денег Как бы Ради денег И десятого айфона Поэтому С каждым С каждым пассажиром Десятый айфон Поближе становится Так что Да Это тоже плюс Безусловно Честно говоря Конечно Там Если сзади У тебя личные вещи В багажнике В багажнике В доступе Ну Положа руку На сердце Конечно Посматриваешь Люди Разные Бывают Ну Ну Это мелочи На самом деле Это даже минусами Зовёшь Мало ли что Так что Одни плюсы Машина Тяжелее Становится Легче Входить в повороты Деньги Общение Познаёшь Вообще Местность Если вы путешествуете Узнаёте местных людей Они вам ещё Дорогу подскажут Как ближе ехать Где кочки То есть Up to date Это такая информация Вот Если Я вас ещё не запарил Своим Та-та-та-та-та-та-та-та То Просто Вам медаль Медаль Всё Пока